Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 17 глава, с 3 по 10 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал им, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему «пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вами, говорите «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Такое евангельское чтение в этот день, дорогие братья и сестры, слышим мы с вами. Итак, здесь небольшой отрывок, в котором говорится о законах христианской жизни. И первый этот момент – это момент необходимости и важности прощения. Раввины говорили так, если человек, простивший своего брата три раза в день, трижды в день, есть человек совершенный. А вот здесь Господь говорит совершенно о другом. «Если брат твой семь раз против тебя согрешит, то и обратиться, и покаяться, то семь раз и прощай ему». То есть христианское вот это милосердие и христианское прощение, оно в два раза и во много раз должно быть больше каких-то вообще установок. И дело здесь даже не столько в цифре семь, сколько указывается на постоянное прощение. Ведь здесь мы должны с вами прочитать момент, опять же, наших отношений человека с человеком, человека с Богом. Ибо всякий раз согрешая против Бога, мы просим, и Господь всякий раз прощает нас. И это же мы должны делать в отношении наших окружающих людей. Но вот здесь вот очень интересный момент. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, то есть скажи ему об этом. Как это сделать? Ну, этот момент, наверное, очень тонкий и сложный. Но если покаяться, прости ему. То есть выговори, не осуди человека, но скажи ему о его неправде, о его грехе. И если он в этом покаяться, прости ему. Обязательно необходимость и обязанность всякого христианина прощать другого человека. Без этого быть христианином попросту невозможно. Почему просто невозможно иметь в своем сердце Христа, если ты не научился прощать или не можешь простить. Ибо мы с вами говорили уже не раз, что Бог все строит на любви. И любовь это закон мироздания. Любовь это то, что приносит в мир Господь. Если в нашем сердце не царит этого мира и этой любви, значит мы не можем быть христианами. Так узнают вас, что вы мои ученики. Фразу Христа не раз повторяем, потому что имеете любовь между собою. Любовь Господь научает людей любить своим примером, своей жизнью, своим словом. И об этой неизреченной любви читаем мы в Священном Писании. Мы христиане, для нас Евангелие есть Слово Божие, есть то, посредством чего мы научаемся жить и научаемся жизни. А Евангелие то благовестие, то благовестие любви. Поэтому если мы любовь в своем сердце не имеем, значит мы не имеем себя, не можем называть себя попросту христианами. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице этой, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Итак, здесь Господь указывает, что вера есть величайшая сила в мире. Но вот этот шестой стих о смоковнице, в которой ты мог бы сказать, она пересадилась бы, если бы имел веру хоть с горчичное зерно, то есть самое маленькое зернышко в мире. Ну, конечно, это есть опять же метафора, есть преувеличение, есть тот образ, который использует Господь. Естественно, в этом нету какого-то реального смысла, здесь речь идет в сравнении. То, что вера, она вообще может, ну, если хотите, горы сдвигать не в реальном смысле, но в смысле в другом. Посредством веры мы можем преодолевать все то, что нам невозможно без нее. Без отсутствия веры и живой опыт человека этому свидетельствует, живой опыт церкви свидетельствует этому, что вера, она дает возможность человеку преодолевать все. Вера дает человеку возможности пронести свою жизнь достойно, прожить свою жизнь достойно и, в конечном счете, быть с Богом. Ну, и вот с 7 по 10 стих Господь предлагает нам очень интересную, может быть, не всегда понятную притчу. Говорится о неком рабе, который занимался бы, пахал где-то на поле, может быть, пас овец и пришел бы с поля, и ты бы сказал ему, давай садись быстрее за стол. Нет, ты сказал бы ему, приготовь мне поужинать, служи мне, а потом сядешь и будешь делать. И станет ли он благодарить раба за то, что он исполнил приказанное? Господь говорит, не думаю, да, то есть вот этот человек, господин и раб, раб, он исполняет все то, что ему необходимо сделать. Пашет на поле, приходит в дом хозяина и далее без устали помогает ему в его домашних заботах и нуждах, и только после садится есть. И за это его, в общем-то, хозяин не благодарит, по какой причине? Потому что это обязанности этого человека и за что его должны благодарить. Так и вы, говорит Господь, когда исполняете то, что вам повелели, не должны ничего просить и говорить, что мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. То есть, иными словами, мы никогда не сможем сделать Бога своим должником, потому что все, что дает нам Господь, он дает нам как бы авансом. Все, что в нашей жизни есть, это тот аванс, который выделяет нам Господь. И даже те добродетели, которые совершаем мы, они не происходят, исходя из нашего личного благочестия или, может быть, какой-то высоты нашей святости. Такого не бывает по той простой причине, что сердце наше, оно омрачено грехом. Природа человека удобно преклонна ко греху, к злу. Все же это делаем мы благодаря тому, что Господь действует посредством нас. И вот все, чтобы мы доброго не сделали, мы должны сказать, что мы, Господи, исполнили то, что от нас необходимо. Мы сделали то, что должны были сделать. И ничего взамен от тебя не просим, потому что, как в одной из притч говорится, мы приобретаем для себя богатство путем богатства друзей. То есть приобретаем себе богатством неправедным. Неправедным, то есть незаслуженным. Все, что мы приобретаем в своей жизни, это дает нам милостью и щедростью свой Господь. Мы должны это делать никогда без всякого ропота, но в таком состоянии терпения и в таком состоянии послушания пред Богом. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, читали мы в сегодняшний день. Мы читали Евангелие от Луки, 17 главу, с 3 по 10 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok